Привет дорогие друзья, с вами дядюшка Розе и это канал по видеоиграм с дядюшкой Розе. Играем в Night Crow. Сверху видите нагрузку на видеокарту, ЦП и загруженность оперативной памяти RTX 2060. Старичок, давно уже не флагман. На средних настройках очень неплохо. Думаю, что на максималках будет намного светлее и красивее это все, но и так вроде бы выглядит очень достаточно неплохо. Пару слов об этой игре. Что мы тут делаем? Все как в А2М, если вы играли в А2М. Бриллианты, адена, ну золото тут и мили, но это за донатом. Главная задача это скупать точки и часы временная подземелья. Также есть гача, гача, как же без нее? Гача две штуки. Вау, красота. Внешки какие-то. Ну, сто кагачи вы, наверное, не видели, потому что это игра от создателей МИРМ. Если играли в МИРМ, преследовали люди. Видно сразу, как бы заработать денег и быстренько сделать на тяп-ляп проект. Слезал с других проектов, все. К примеру, интерфейс как в А2М, только хп не сверху, а снизу. Баночки не слева, а справа. Коллекции, кодекс. Тут еще дальше пошли ребята. Восстановление ОМ, но у меня с ОММ пока проблем нет. Закрываем животная шерсть. С материалами, с материалами какими-то. А эти материалы только пушнина шерсть. Чисто пушнина, которая добавляется в кодекс. Она не для крафта, ничего. Очень удобная. Мне нравится, что тут не надо зажимать на предметы. Нам надо добавить кодекс. Предмет, видим, можно создать. Также его выбить и купить на рынке. За магазин я сказал, да. Вот тут мы скупаем точки. Скупаем гачу. Потому что для точки вещей там продажи, закрытие кол. Все элементарно. Тут все очень простенько. Также движемся к 35 левелу, чтобы мы могли выставлять вещи. Забиваем полностью рынок. Продаем максимально. Потому что как бы там первая какая-то синька. Если выбьется, то она дорого будет стоить. Ее сразу там кто-то может купить за хорошие денюжки. Настроены на донатеров каких-то. Ну и людей, которые умеют хорошо считать. Сопоставлять, считать, анализировать, рисковать и получать с этого выгоду. Не всегда, но в целом игра мне нравится тем, что она не лагает и очень себя хорошо ведет. Учесть, что у меня два окна еще L2M открыты. И это не мешает играть кайфовать. Очень красиво все, но как-то бездушно серо. Вот сделано как-то, если бы они хотели реально сделать крутую игру. Они проработали до идеала бы анимации, вот этих прокастов, бега и всего другого. Оно как выглядит, как будто надо быстренько было сделать. Слезать со всех других игр, выпустить и заработать баблишко на людишках. Также у кого не входит в игру, я использовал аунтификатор от гугла. Не знаю, забанят ли меня из-за этого без понятия. Потому что через тот аунтификатор, который они предлагали, не приходит смс-ка. Из-за того, что я много раз нажимал смс, меня просто там на 8 часов тайм-аут сделали. Что я хотел подметить? Да, в коллекции, вот. Мы добавляем в коллекции. Смотрим, плюс 5, пока не точу, тут тоже видим меткость. Тут меткость, топ урон в ПВЕ. Закрываем колы, закрываем колы. Бытийные колы. Так, ну вещи, вещи. Вот очень мне нравится то, что вот, да, рынок. Можно создать или именно купить на аукционе. Также нажал на предмет, мы видим, где оно выбивается. Топить, не топить в левел. Могут выбиваться вещи, к примеру. Первый видим, 30, 17, 31. Да, тут все хорошо. Но если мы возьмем вот такой вот посох, вроде бы. Вон там выбивается именно 17-х левел и локок. Но для этого как бы есть аукцион, да, что-то можно приобрести с аукциона. Что-то где-то выбить, тоже надо анализировать, сотреть. Видите на экране, на каком сервере я играю. Сервер ROG. Если у меня какие-то работяги пригласят в гильдию, я буду не против. Будем развиваться вместе. Начал хилом. В игре без доната именно хилом по-другому никак. Других классов я не вижу. Может ассасин какой-то соло там, да. Какие-то выполнять задачи ассасином. Как играть, развиваться, мы это все посмотрим. Но самое главное это скупать мировые боссы. Когда у вас сколько подземелья. Также отставим подземелья. Видим подземелья. Нужно отстоять час в день. Сбрасывается подземелье в 4 утра. В 11 ночи сбрасывается. Пока развиваемся, посмотрим. Это мой такой первый взгляд. Ничего сложного. Типичный клон Ла-2. Только с красивой графикой и без души. Тобой, как всегда, девушка Розе, пиши комментарии. Ну, промежуточная игра между трон и либерти. Чтобы убить время. Потому что Ла-2, честно говоря, мне поднадоело уже. Тут ты можешь просто напасть на любого. А че я не могу? Нельзя такая цель. А, это безопасная зона. Просто можешь напасть на любого. И никакой тонер не придет тебя и не подвинет. Вот это самое классное в начале игры. Когда все равны. Они, блин, чувак вложил кучу денег. И он радуется, что работягу, который играл 2 часа в день. Просто стоя на споте, блин, убивает. И он радуется. И орет об этом в чат, блин. Господи. Давайте посмотрим.